Улица Кравченко. Прямо на въезде зияет огромная яма. Появилась она в воскресенье вечером, после того, как сюда провалилась легковушка. Теперь яму водители с опаской объезжают. Очень большая. Так что боюсь теперь. Еще вот речка какая-то образовалась сегодня с утра. Сегодня яму дорожники оградили знаками, но не засыпали. При этом по центру провалился только верхний слой грунта, а по краям провалы еще глубже. Ну вот давайте их замерим. Для этого у меня есть рулетка с собой. Вот рулетку я опустила сейчас на глубину примерно один метр. Дальше, к сожалению, не могу, но дна я до сих пор не чувствую этого провала. Как выяснилось, на этом месте в прошлом году сделала раскопку компания «Краском». Дру засыпали гравием и песком, но после первой оттепели грунт растаял и обвалился. Такой же провал на улице Вавилова. Грузовик пытались вытащить больше часа, но тщетно. Пришлось ждать эвакуатор. Вот выписывается ордер. Соответственно, известна та организация, которая эти работы производила. Скорее всего, она будет восстанавливать данное разрытие. На главных городских магистралях таких провалов пока нет. Зато ям хватает. На Копыловском мосту в выходные несколько машин пробили колеса. На центральном проспекте асфальт сошел, как и снег, весной. Посреди дороги теперь торчит арматура. Кошмар. У нас есть для этого специальные службы, которые обязаны этим, насколько я понимаю, заниматься. А они этим не занимаются. Налоги наши уходят. А куда уходят, тоже непонятно. Вместе со снегом асфальт сошел. Особенно по коммунальному. Вообще никак нельзя ездить. В феврале на экстренный ремонт дорог потратили 3 миллиона рублей. Золотали коммунальный мост, мост через Качу и центральные магистрали. Вот только продержался новый асфальт недолго. Эти заплатки положили здесь буквально несколько недель назад. Но сейчас кусочки асфальта можно взять с дороги буквально голыми руками. При этом дорожники обещали, что новое покрытие прослужит несколько месяцев. Теперь в департаменте дорожного хозяйства говорят, что подрядчик асфальт уложил некачественно. Придется переделывать. Сейчас озвучили. Данную работу делала организация, которая вылетела, соответственно. Но они повторят уже за свой счет. Они заново сделают. Потому что все-таки предполагалось, что асфальт будет стоять дольше. Через неделю дыры на коммунальном мосту залатают по той же технологии. Будут использовать литой асфальт. И теперь главное, чтобы новые заплатки до апреля протянули, когда в городе начнется ямочный ремонт. Юлия Бычкова, Сергей Кашин, Станислав Волков. Афонтова новости.